4 июня этого года администрация Висыгинского самоуправления и ЗАО «Балтлетт» заключили договор на выполнение работ по реконструкции городской системы освещения. Директор администрации Виргинис Букаускас рассказал о том, как движутся дела по этому договору. Во-первых, они должны были, то есть это и по договору, произвести инферизацию всей системы, то есть освещение. Дальше уже есть подготовлен проект, сам, скажем, технический проект, то есть это модернизация сетей первых районов. Уже был даже рабочий проект, будем говорить, представлен в администрацию. Мы там согласовали некоторые вещи, которые там бывают через территорию наших учреждений или которые надо с частных территорий принести, то есть это что ближе к улицам, которые места. Ну и главное, как уже предоставлено, то есть это согласование даже и схема замены этих светильников, светильников, как заверил подрядчик, что им главное подготовиться, что потом приводят бригады, особенно те, которые, скажем, на мало, которые не меняются опоры, то есть будут даже в начале января начнут работать. Уже фактически начнет замену самих светильников. Как говорят, сегодня даже наша зима, которая есть, скажем, которая замена, например, будет этих 9-метровых матч, ну, как говорят, мы можем работать и зимнее время сегодня, техника буры, потому что там меняется матч вместе с этим называемым стаканом, то есть который есть с основанием, как в народе мы говорим, то есть что никаких проблем в этом нету проблем. Как говорят, еще лучше четко мериться, бур сверлить землю под это, если, например, нет осыпания и так далее, более качественно даже стоит этот стакан, то есть основание. Общая стоимость работ по договору составляет 3 751 000 евро. Работы планируется завершить к августу 2023 года. Также мы поинтересовались у директора администрации, какова сегодня ситуация со сносом недостроенных домов по Сидуринас 36-40. Уже в этом конце октября был проект по сносу этих домов по Сидуринас 36-40 предоставленному управлению. Акт есть принят, этот проект его и сегодня заканчиваются процедуры публичной закупки. Мы надеемся, что на следующей неделе уже будет официально объявлено, начнутся, скажем, публичные торги подрядчику-подрядчику. Мы предусматриваем, что по подписанию договора, что подрядчик-подрядчик в течение 35 дней должен снести оба дома. Но почему говорим, что оба? В том плане, что есть опять, по проекту запрещается на месте, будем говорить, ну как, перемалывать. Они должны, то есть это, ну как, примерно, как и было в фестивале 5, просто крошу тогда вывозят на другую площадку. Но и там есть еще один нюанс, что в этом плане должны быть и подъездные пути, то есть это, ну скажем, скорее всего, будет первый 36-й дом, потом 40-й. И после этого приводится все порядок зеленый лужайка. И основание, то есть это выбирается не просто, как бывает в многих проектах при сносе, что будет сноситься до уровня минус 0,5. Здесь должно быть, то есть это выбрать полностью весь фундамент. Таким образом, после завершения демонтажа девятиэтажек, на их месте можно будет построить любые другие сооружения. Продолжение следует...